Дарья Александровна Объединенная коммунистическая партия, которую я на самом деле приехала открывать в Алтайском крае наконец-то. Так получилось, что нам 4 года и у нас 4 года не было отделения краевого в Алтайском крае. Но теперь, слава богу, все хорошо и с сентября начинает активно действовать Алтайское отделение Объединенной коммунистической партии. Мы пока что партии не зарегистрированы, то есть мы самостоятельным избирательным субъектом не можем быть, но мы в выборах принимаем участие и как самовыдвиженцы, и от разных других политических партий. Наши кандидаты идут и одномандатниками, и от партии Коммунисты России, и от партии Родфронт, с которой у нас хорошие отношения. Где-то даже удается выстраивать отношения из КПРФ, хотя они на нас смотрят так достаточно болезненно, по понятным причинам. То есть наше название, оно недаром, там есть слово объединенное, это как бы наша стратегическая цель. Мы на самом начальном этапе попытались объединить целый ряд левых движений, у нас это получилось. Трудовая Россия Анпилова, покойного, к сожалению, влилась недавно к нам в полном составе. Несколько очень боевых профсоюзов, целый ряд молодежных движений, несколько комсомолов. И комсомолов теперь много, он не один. Вот, поэтому наша стратегическая задача действительно объединить коммунистическое движение, потому что слабость наша, она во многом объясняется тем, что мы идем вот растопыренным кулаком, разрозненными отрядами. А вот давайте поговорим насчет 9 сентября, это единый день голосования. Вот во всех ли регионах представят коммунисты своих кандидатов? Надо сказать, что выборы проходят во многих регионах, только в 20, по-моему, одном субъекте, если я не ошибаюсь, будут выборы главы. А Алтайский край, это, наверное, одно из немногих исключений. То есть здесь выборы похожи на реальные. Вот кандидаты все, которые остались, подошли к моменту избирательной кампании, это не клоуны, не бутафорские кандидаты, не спойлеры, как модно сейчас выражаться. Да, это люди, за которыми стоят реальные политические и общественные силы. А вот в других регионах на какие результаты рассчитываете, где есть ваши кандидаты? Ну, продолжая уже, так сказать, начатую грустную тему, могу сказать, что Алтайский край не стал исключением, где коммунисты самоустранились. Коммунисты, я имею в виду парламентские коммунисты, которые, так сказать, у нас имеют право участия в выборах. Так, та же самая ситуация в Омской области, где они не стали возбегать кандидата. Та же самая ситуация в Новосибирске, где вообще просто красный мэр Локоть подписал под телекамеры, так сказать, соглашение с действующим губернатором Единороссом, чем вызвал, так сказать, на мой взгляд, справедливое возмущение. Просто вот под телекамеры ручки пожали друг другу. Вот здесь ручки не пожимали, видимо, как-то это кулуарный процесс происходил. Вот, но суть, по крайней мере, одна. А в каких регионах традиционно коммунисты набирают большинство голосов? Вот и почему так происходит? В середине 90-х годов сложился так называемый красный пояс, остатки которого, осколки, скажем так, они еще на карте существуют. До сих пор дают о себе знать? Да, ну вот в Сибири, там Иркутская область очень красная, протестная, Новосибирск, где в столичном, как говорится, центре победил коммунисты, это показатель. Алтайский край всегда был красным. Вот, я помню, когда руководил Александр Назарчук, краем, значит, был край, в общем, в приличном состоянии. Да, и законодательным собранием. Вот, и, конечно, какие-то остатки этого красного пояса есть. Дарья Александровна, насколько я знаю, вы не только политик, но и этнолог. Вот не могли бы вы проанализировать вот сейчас, где, в каких странах поддерживают основные положения российского коммунистического движения? Ну, я думаю, что неправильно говорить о российском коммунистическом движении. Коммунистическая идеология, так сказать, она единая, это планетарная идеология. Вот, это планетарное движение, и Россия как бы часть его, это сегмент. Скажем так, Россия сейчас представляет периферию коммунистического движения. К сожалению, после геополитической катастрофы 91-го года, когда распался Советский Союз, распался социалистический лагерь, так называемый. Тем не менее, тем не менее, когда мы говорим о том, что коммунистическое движение потерпело временное поражение, нужно всегда оговариваться, где? В Европе, да, на шестой части суши, так сказать, в Советском Союзе в бывшем, да, вот, но не в других странах. Скажем так, от четверти до трети человечество живет при левых режимах. И это не только Китай, да, это не только Куба, это не только Вьетнам, это не только Лаос, это где-то треть, наверное, Латинской Америки сейчас. Это и Венесуэла, и Боливия, и Эквадор. Вот, совсем недавно еще здесь, в этом же ряду, у нас была Аргентина и Чили. Вот, к сожалению, и Бразилия, там произошли правые перевороты, тем не менее, несколько стран осталось, так сказать, под левыми правительствами. Это такие неожиданные страны, про которые все время забывают и никогда о них не вспоминают, как Шри-Ланка. Заключительный у меня вопрос еще есть, очень хочу его задать. История знает, но много примеров героев-коммунистов, а вот какие современные имена вы можете назвать? Я думаю, что на самом деле имена современных героев-коммунистов мало что скажут широкому российскому слушателю. Ну вот, например, условно говоря, если мы начали говорить о Европе, костяк левого коммунистического движения в той же Греции, да, составляют люди, которые боролись там той же против диктатуры черных полковников в 70-е годы. А вот, например, условно говоря, тот же лидер революционной рабочей партии Савас Мацес, вот, его родители погибли в застенках при диктатуре, вот, а сам он тоже подвергался преследованиям и сидел в тюрьме. То есть, в принципе, весь костяк и Компартии Греции, и Революционной рабочей партии Греции, это бывшие узники диктатуры, это действительно реальные герои, вот, которые, так сказать, прошли все застенки и так далее. Та же самая Дилма Русов, да, которая была президентом Бразилии и свергнута была в результате контрреволюционного правого переворота, вот, она подвергалась пыткам в застенках при, значит, их диктатуре, да, вот, то есть люди, которые делом доказали, это не какие-то паркетные коммунисты, это не какие-то кабинетные коммунисты, это люди, которые боролись не только за власть, но и за, как бы, отсуществление своих идеалов в своих странах, в масштабах, так сказать, своем национальном, вот. Вот, это та же самая Мишель Бочелет, которая была президентом Чили, да, это же за что ее выбрали, не за то, что она дочь, так сказать, героя партизана, а то, что она сама прошла за стенки, да, то есть они эту борьбу выстрадали. Мы можем назвать целую плеяду имен, так сказать, кубинских героев-революционеров, мы знаем, что тот же самый Мигель Диас-Канель, который сегодня возглавил Кубу после смерти старого Кастро и ухода Рауля Кастро на пенсию, это тоже герой, который, так сказать, доказал своими трудовыми подвигами, вот, то есть люди прошли проверку временем, вот, не говоря уже о китайских революционерах. Вот, поэтому, конечно, героев много, просто, к сожалению, российская медиамашина, она заточена совершенно на определенную тематику, и она не знакомит людей ни с именами, ни с фактами, у людей в каше в голове, они не знают историю, они не могут сказать, что было в той или иной стране в той или иной определенный момент времени, вот, и они думают, что, ну, вот, развалился Советский Союз, развалился социализм, там, в нашей стране, ну, значит, все, вот, но мир-то большой. Мир-то большой, планета большая, и мы, к сожалению, сейчас находимся на периферии мирового политического процесса, как это ни печально нам сознавать, вот, а, так сказать, процессы все мировые, да, они идут в Латинской Америке, они идут в Азии, вот, азиатский ренессанс левого движения. В том же Египте, да, вот что мы знаем о египетских коммунистах? А партия Тагаму, коммунистическая партия, она после падения режима Мубарака, она восстановилась, вот, и сейчас уже занимает места на выборах, и уже, так сказать, восстановила все свои партийные комитеты. То есть никогда, это же, как говорится, земля не умерла, она просто затаилась на время, да, то же самое и на Ближнем Востоке. Ливанская компартия боевая, которая набирает до третьих голосов, до третьих голосов набирают ливанские коммунисты на выборах, но из-за их конфессиональной системы, у них конфессиональные системы, значит, они делят места пропорционально, значит, принадлежности конфессии. Она пролетает мимо любых, так сказать, постов во власти, мимо депутатских мест, вот, она может сформировать маленькую фракцию, и то, так сказать, замаскированную под конфессиональную группу в парламенте. Поэтому мне кажется, что по всему миру вот эта старая традиционная партийная система, она потихоньку отмирает. Растет роль непарламентских движений, растет роль общественных движений, профсоюзов. На огромной большинстве земного шара растет роль профсоюзов. Только у нас они не растут. Вот, только у нас они прикормленные и совершенно холопские, так сказать, халуйские. Вот, а на самом деле это не так. Так что я смотрю в будущее с оптимизмом, и не только в будущее, в настоящее с оптимизмом. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Наше время». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова